Всем приветики! Сегодня я покажу вам, как улучшили свою одну из самых популярных игровых книг. Домик для уточки Лала Фан Фан. Главный персонаж и некоторые детали стали двусторонними. Странички книги выполнены из прочного картона, которые покрыты приятной матовой ламинацией. Это значительно улучшило качество игровой книги. А самое главное, интерактивные детали стали вращаться лучше. И если вы приобрели наш игровой набор, тогда давайте соберем его вместе. Не забудьте оставить свой отзыв и присылайте фото у ваших собранных книжечек. В наборе Домик для уточки Лала Фан Фан идет 10 страниц формата А4. Все они уже заламинированы и прошли сертификацию. Так что ваши дети, как и вы, будете собирать безопасный для вашего здоровья товар. Прочные страницы, готовые к эксплуатации игровой книжки. Также в наборе идет два вида двухстороннего скотча. Один на вспененной основе, другой нет. Для сборки игрового набора вам пригодятся ножницы и канцелярский нож. Мелкие детали вырезаем ножницами. Для таких дел лучше подойдут маникюрные, самые маленькие ножнички. А вот с крупными деталями страниц книги и переплетами отлично справится канцелярский нож. По центру переплетов имеются линии. По ним нужно будет сделать сгибы. Их можно сделать с помощью линейки. А вот этот переплет желтый, пока отложим. Деталь для интерактивной страницы. Вырезаем и делаем надрезы по пунктирным линиям до центрального круга. Затем сгибаем каждый надрезанный лепесток. Поочередно. Один в одну сторону, второй в другую. В итоге получая 4 лепестка с одной стороны и 4 с другой. Отлично. Сделали. И пока отложим заготовку в сторонку. Отсортируйте все вырезанные детали, как я. Склеим двусторонние детали с помощью двусторонней клейкой ленты. Вот так. А вот и та самая лента. Не путайте ее со вспененным скотчем. Переходим к сборке переплетов. Склеим их между собой. На каждом из них имеются маленькие рисунки готовых страниц. Начинаем со спальни. Затем гардероб, ванная и столовая. Склеивать их будем с помощью универсальной двусторонней клейкой ленты, которая идет в наборе. Снимаем защитный слой и приклеиваем второй переплет. Вот так. Таким образом собираем все вместе. Кроме одного, на котором имеются рисунки главной последней страницы книги. Он все еще лежит в сторонке. Пришло время собрать страницы книжечки. Две желтые отложим и начнем со спальни. На места склейки, они обозначены овалами, наклеим двусторонний вспененный скотч. Снимем защитный слой и приклеим одеяло. Уточка будет свободно размещаться в кроватке. Одна страница готова. Приклеим ее на свое место. А ее место обозначено на переплете небольшим рисунком. Наклеим двустороннюю клейкую тонкую ленту. Прямо на переплет, рядом со сгибом. Снимем защитный слой и приклеим страницу. На правую сторону переплета я также наклеила клейкую ленту. Страницу приклеить можно с помощью линейки или как я на глаз. Делая одинаковые отступы по краям. В конце хорошенько все прижмем. Вторую страничку спальни. Это у нас шкаф. Наклеим таким же образом. Переворачиваем и приклеиваем две страницы из гардеробной комнаты. Используя тонкую двустороннюю клейкую ленту. Ее я нанесла по всему периметру и по центру. Обратной стороны предыдущей страницы. Правую сторону приклеиваем просто на переплет. А с обратной ее стороны нанесем также клейкую ленту. По всему периметру и по центру. Не снимая защитный слой. Пока. На одежду уточки с обратной стороны наклеим полоску той же ленты. Снимем защитный слой и слегка уберем излишки клея пальчиком. Слегка прикасаясь. Достаточно будет пару раз. После можно приклеить одежду на свои места. Уж в этом вы разберетесь без труда. Далее перейдем к следующей странице. Это ванная комната. На места для склеивания нанесем двусторонний вспененный скотч. Как всегда уберем защитный слой и наклеим деталь от ванной. Канцелярским ножом сделаем надрез на душе. Возьмем струи воды. Сверху наклеим клейкую ленту. Небольшой кусочек. Снимем защитный слой и продевая струи воды через надрез душа, приклеим их с обратной стороны. Наклеим страницу на переплет. Соберем следующую часть ванной комнаты с унитазом. Возьмем две нужные детали. Одну из них проденем через отверстие, расположенное в центре. Таким образом, чтобы одна часть лепестков была с одной стороны, вторая с обратной. Расправим их. Так вращающая деталь будет отлично выполнять свою функцию. Наклеим клейкую ленту на места для склейки. Только там, где они есть. На лепестки тоже наклеим клейкую ленту. Крест-накрест. Но ни в коем случае клейкая лента не должна выходить за пределы лепестков. Это очень важно. В противном случае круг вращаться не будет. С обратной стороны повторим так же. Снимем защитный слой и наклеим круг на свое место. Супер! Теперь можно наклеить и страничку с унитазом. Поверх. Проверим, все ли у нас получилось. У меня та. Уверена и у вас. Вклеим и ее на свое место в книге. Отлично! Переходим к столовой или гостиной. Начнем склеивать их с помощью вспененного скотча. Только наклеивайте его на места, где есть для него обозначение. И самое главное, ровно. Вкладываем нужные заготовки. Снимаем защитный слой и аккуратно склеиваем их со своими половинками. А вот кусочек скатерти от стола можно наклеить с помощью двусторонней клейкой ленты. Проверяем все двигающие детали. Переклеиваем странички к переплету. А нужные еще и между собой. Интерактивные страницы готовы. После на оставшемся переплете сделаем пометки карандашом нужной ширины. Шириной книги, которая у вас получилась. С помощью линейки, которую приложим к пометкам, сделаем сгибы. На боковые стороны, не по центру, наклеим клейкую ленту. И приклеим его, закрывая все остальные переплеты. А именно их белый цвет. Осталось приклеить лицевую и обратную стороны. Напомню, клейкую ленту я наклеиваю по всему периметру и по центру. Чтобы все страницы игрового набора держались крепко и прослужили долго. После лицевой идет сразу спальня. Не перепутайте. Собирая игровой набор, ребенок понимает весь механизм двигающих деталей. Это очень интересно. Осталась только обратная сторона. Пожалуй, добавлю немного побольше клейкой ленты для прочности. Кстати, обратную сторону книги можно подписывать перманентным маркером. И она будет индивидуальная. Если вдруг у вас возникли вопросы, пожелания, пишите нам на электронную почту, которая указана на обратной стороне вкладыша, который находится в наборе. Наслаждайтесь своим творением, потому что вы большие умнички, раз справились с довольно кропотливой сборкой. Всем удачи, счастья и отличного настроения. А с вами была Таня на канале Поделки Самоделки.